МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Приветствую всех, кто нас смотрит, и не только на телеканале, и в Ютубе. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Полицейские, саперы и кинологи 16 школ Барнаула экстренно прервали занятия из-за сообщений о минировании. Диагноз «Неликвид» в аптеках края предлагают установить контейнеры для сбора просроченных таблеток и упаковок. Безграничное творчество в день ремесленника об авторе шедевров из соломы. В Барнауле сегодня 16 школ экстренно прервали занятия. Детей и педагогов эвакуировали, после чего учебные здания начали проверять саперы и кинологи. Причина – электронные сообщения, которые поступили сегодня утром о минировании школ. Подробности ЧП в репортаже Анары Шагировой. Это уже вторая в истории края массовая рассылка о том, что в здании заложена мина. Первый подобный инцидент – январь 2019 года. Тогда под электронную раздачу по почте попала мэрия Барнаула и 24 городских школы. Сегодня их несколько меньше – 16. Но от этого никому не легче. Сейчас мы находимся на территории школы номер 69. Это одно из первых учебных заведений, о котором говорили, что оно заминировано. Саперы и кинологи работы уже провели и никаких взрывчатых веществ не нашли. В оставшихся 15 никаких мин также не обнаружено. Известно, что после получения сообщений в нескольких школах срочно эвакуировали учащихся и педагогов. Кинологи с собаками, а также саперы осматривали классы. Часть школ учебный процесс возобновила с четвертого урока, часть – со второй смены. В некоторых из якобы заминированных школ ученики должны были писать всероссийские проверочные работы. Об этом писали и родители в соцсетях. Но теперь, видимо, комплексные задания перенесут. Надо отметить, что к сообщениям о минировании на этот раз довольно спокойно отнеслись и школьники, и педагоги. Чего не скажешь о прошлой истории. В 2019-м возникла паника. Но на этот раз все просто спокойно дожидались окончания оперативных мероприятий. Правоохранители пока никаких пояснений не дают. Но в Краевом ОВД, как заверили нас в пресс-службе ведомства, комментарии дадут несколько позже. Два года назад письма сложными сообщениями отправляли из Европы, Рюсселя, Мюнхена, а также из Москвы. По данным фактам было возбуждено сразу 4 уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Анара Шагирова, Николай Шелко. День с толком. А вот 22-ю гимназию Бурнаула сообщение с угрозами, к счастью, миновало. Сегодня там провели ЕГЭ для родителей школьников. Причем все было по-настоящему. Видеонаблюдение, металлоискатели и жесткий регламент. Наша съемочная группа побывала на экзамене и оценила его сложность для испытуемых. И в пункте проведения экзамена нельзя пользоваться вспомогательными материалами, нельзя пользоваться средствами аудио-видеонаблюдения. Это только малый список того, что запрещено. Никаких металлических предметов, потому что на входе металлоискатель. Перед началом экзамена по русскому языку слегка волнуются все, даже сам министр образования. Хотя он с юмором вспоминает свой первый школьный экзамен. У меня по русскому языку в 11 классе была четверка. Мы тогда писали сочинение. За сочинение была пятерка. Сейчас я помню, что мы писали по мотивам пьесы Островского гроза. Значит, это была пятерка и четверка за русский язык. И было две ошибки. Одна из них ужасная, я помню ее до сих пор. «Рукоятка» слово я написал через «Д». Потому что когда я стал проверять, мне показалось «рукоятка». «Я дочка». Родителям для экзамена отвели всего 30 минут. В каждом варианте по три задания. Одно из которых – сочинение. Даже при большом желании подсказать или воспользоваться шпаргалкой невозможно. По аудиториях установлены видеокамеры. У взрослых есть шанс быть удаленным. «Это первый раз я сдаю ЕГЭ, потому что когда я выпускалась ЕГЭМФО, сейчас изменилась процедура с использованием современных технологий. Ну да, есть некоторое волнение, тут и видеонаблюдение. Кстати, сегодня родителей школьников не так уж и много. В основном это преподаватели университетов, ректоры и деканы. Хотя и они признаются, что было непросто. Сложно, оказывается, рассчитать свое время, чтобы из черновика успеть переписать на чистоте. Я не успел. Ну и на какую оценку вообще тогда рассчитываете? Ну, надеюсь, хотя бы на троечку. К слову, проверили. Работы на зависть настоящим выпускникам практически сразу. Все 30 участников экзамена перешагнули минимальный балл. Акция «Единый день сдачи ЕГЭМФО родителями» проходит в Край уже пятый год. Она нужна для того, чтобы родители побывали на месте современного выпускника. Ведь нередко вместо того, чтобы стать группой поддержки, они невольно нагнетают обстановку и создают еще больше стресс, утверждают педагоги. Валентина Скирова, Анна Рашагирова, Николай Шилко. День с толком. Все больше жителей края жалуются на дороги, по которым невозможно проехать из-за весенней распутицы. Люди говорят, что уже устали обращаться за помощью к муниципальным властям и готовят обращение к руководству региона. Тему продолжит Анастасия Дороган. В Усть-Калманском районе тает снег и тает дорога. Здесь буксуют школьный автобус, трудом пробираются автомобили. Именно этот путь ведет из поселка, но выехать рискуют не все. Ирония в том, что настоящая дорога рядом, но под снегом. Прочистить ее никто не пытался. Как думаете, приятно вот так ездить? И это никогда дорога не делалась. И, возможно, в этом году тоже не будет ремонтироваться. На эти дороги в черте города тоже мало кто обращает внимание. Жители Рубцовска, чья достопримечательность ямы вместо асфальта, записали обращение к губернатору. Обратите внимание на главные улицы города. Велица Комсомольская. Знакомы ли вы с мэром города Рубцовска Фельдманом Дмитрием Савельевичем? Знакомы ли вы лично и куда уходят деньги, выделяемые на бюджет города? Власть, атакуемая в соцсетях и СМИ, все-таки вышла к людям правда в одном лице. На прошедших выходных Виктор Томенко решил целенаправленно прогуляться по Барнаулу и Новоалтайску, проверить дорогу, по которой вступают горожане. И остался недоволен. Содержание дорог он поставил неут, а к главам городов и районов у него появились вопросы. Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете. Что вы этот вопрос организовываете. Да, большой город Барнаул, да, большой город Бейск. Он должен быть разбит на какие-то участки. И за каждым должен быть заключен ответственный. Это элементарная, понятная, очень простая работа. Если ее не способны организовать и исполнить, значит нет способности вообще управлять. Своим коллегам рангом ниже он посоветовал говорить открыто, какие мощности есть для решения вопроса, что сделано, а что сделать невозможно. И призвал обратить особое внимание на те участки, где проходит большой поток людей. Сроков глава региона не обозначил, но кажется, времени у властей немного. На конец недели в край вновь идет потепление. И судя по всему, дорожных коллапсов не избежать. Продолжим выпуск. До июля вакцины против коронавируса планируют привить 60% населения края. Ранее медики говорили, что достичь таких показателей возможно лишь к осени этого года. К слову, на сегодняшний день привито всего порядка 5-6%. Удастся ли повысить обороты прививочной кампании, вызывает ли вакцина осложнение и можно ли избежать третьей волны COVID-19? Расскажем далее. Накануне в регион пришла очередная партия вакцины. 28 тысяч доз. Хватит всем желающим, говорят специалисты. А таких сейчас всего 16 тысяч. Активные пожилые. 60% тех, кому больше 60, прививку уже поставили. В списке вакцинированных есть и долгожители. 100 человек, которым исполнился 91 год. Многие медлят. Рассказы друзей и знакомых об осложнениях после уколов заставляют задуматься. Правда, врачи говорят, осложнение прививка не вызывает. Есть лишь реакция организма на вакцину. У нас несколько человек были с температурной реакцией в течение первых суток. Ну и, пожалуй, все. И любое недомогание, связанное с погодными условиями, с повышением давления, люди расценивают как реакция на прививку. А при детальном обращении и исследовании оказывается, что причина совершенно в другом. Есть информация о трех заболевших в регионе после двух фаз прививки. Но, по словам врачей, болели они в легкой форме. Кстати, делать тест на антитела накануне вакцинации не требуется. А переболевшим коронавирусной инфекцией ставить вакцину и вовсе не рекомендуют. Если раньше была рекомендация, что, возможно, через шесть месяцев, это в стандартной операционной процедуре в первой было написано, на сегодняшний день пока, в принципе, переболевшие не прививаются. Что будет дальше, время покажет. Время покажет, и как часто нужно будет прививаться от COVID-19. Пока специалисты говорят, что прививочных антител должно хватить на два года. Кстати, вероятность третьей волны коронавируса медики связывают в том числе с числом привитых людей. Если мы будем прививать активно, и еще раз повторюсь, что перед нами задача стоит не к октябрю месяцу, а к первому июлю это сделать, то вероятность того, что мы действительно не получим третью волну и что мы не получим к осени очередную эпидемию, пандемию, то, что мы пережили прошлое сентябрь и октябрь. Специалисты также рассказали, что вакцина «Спутник Ви» постоянно совершенствуется. Есть уже ее лайт-вариант, когда требуется лишь одна прививка, но о ее эффективности пока нет данных. Впрочем, как и о том, когда в регион придет эпивак-вакцина от центра «Вектор». Что известно точно, так это то, что о коллективном иммунитете можно будет говорить после вакцинирования 60% населения региона. Что сейчас прививают во всех ЦРБ края, а запись на вакцинацию возможна и на сайте госуслуг. Как и еще. В ковидных госпиталях по-прежнему много тяжелых больных, и каждый день люди продолжают умирать от ковида. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. В алтайских аптеках, возможно, установят контейнеры для сбора просроченных таблеток и упаковок. Такую идею предложили барнаульские активисты. Насколько это важно и почему выбросить антибактериальные средства в унитаз значит вредить потомкам, знает Андрей Дреер. Все антибиотики на планете Земля перестали действовать. И мир захватили бактериальные инфекции. Это, конечно, преувеличение в духе научно-фантастического фильма, но как раз научное основание у него есть. Такой сценарий апокалипсиса возможен, если мы и дальше будем неправильно утилизировать лекарства. Отчасти поэтому организация «Мусора больше нет» Барнаул больше года назад начала собирать просроченные медикаменты и упаковки от них. А теперь, как рассказала Ольга, решили установить контейнеры в аптеках, чтобы людям было еще проще отдавать лекарства на правильную утилизацию. Мы предлагаем аптекам подключиться к проекту, дать добро, УМПО готовы привезти к ним, поставить брендированный контейнер для сбора лекарств, и осуществлять его, вывоз из этих контейнеров два раза в месяц. То есть от аптеки требуется только одно – дать согласие на то, чтобы контейнер стоял у них. Так проще. Ведь привозить медикаменты на акции по сбору могут не все, а это вопрос важный. Блистеры из-под таблеток разлагаются очень долго. Но есть и причина, о которой часто говорит, вероятно, главный популяризатор доказательной медицины в России Алексей Водовозов. Ученые выяснили – антибиотики просто так выкидывать нельзя. Не рекомендуется смывать такие антибактериальные препараты в общедоступную канализацию, поскольку нам не нужно воспитывать никакие устойчивые штаммы бактерий в той же канализации, и вы не знаете, какой монстр потом оттуда выберется. Монстров бактерий часто выращивают и на фермах, рядом с курочками и коровками. Ведь последних нередко кормят антибиотиками без необходимости, при этом очень много действующего вещества просачивается в землю. Его всегда недостаточно, чтобы убить всех бактерий, поэтому выброшенное лекарство фактически выращивает новые, мощные и устойчивые организмы. Это хорошо показано на знаменитом эксперименте. Огромную чашку Петри поделили на 9 секций с разным содержанием антибиотика. По возрастанию от краев к центру на краешках нет антибиотика, а в середине доза в тысячу раз больше, чем может пережить бактерия. На чашку пускают кишечную палочку. На ускоренной съемке видно, как возникают новые штаммы, мутанты, что уже не боятся концентрации, от которой умирала их родня. И спустя 11 дней им удается прорваться в область с тысячекратным содержанием антибиотика, который может перенести дикий тип. Такие же дикие типы мутанты вырастают, когда мы с вами выбрасываем антибиотики в унитаз или просто в землю. Отчасти и поэтому врачи и фармацевты сталкиваются с пугающим явлением. Какой-нибудь вид антибиотика просто перестает работать, поскольку выросла устойчивая форма бактерии. И именно поэтому существуют компании, которые занимаются правильной утилизацией медицинских препаратов. Отходы мы утилизируем на специальных плавильных печах, инцинераторах. То есть температура в камерах горения от 750 до 1500 градусов. Остается горстка пепла. То есть она не загрязняет уже ни экологии, ни воздуху выбросов нет. Наталья – представитель компании, в которой согласились бесплатно собирать лекарственную просрочку барнаульцев. И после сжигать ее. Нам рассказали, что и раньше были люди, которые сами приносили свои просроченные препараты на утилизацию. Теперь на акции «Мусора больше нет» в Барнаул собирают до 60 килограммов старых лекарств ежемесячно. Когда в аптеках города появятся контейнеры, будет еще больше. А значит, планета станет еще чуть дальше от катастрофы. Осталось только, чтобы аптеки согласились. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Соломка, горячая вода и умелые руки – этого сочетания достаточно. Для того, чтобы почти забытое искусство соломенной пластики продолжало жить. Каково это – работать с нестандартными материалами и учить этому детей? В День ремесленника разбирались наши корреспонденты. Объемное плетение, его можно выполнять из четырех, из пяти, из семи, из любого количества соломенок. Мы оплетали бутылку, у нас там было вообще 18, наверное, соломенок. Нина Громова больше 30 лет своей жизни посвятила обучению детей плести корзинки, картузы, игрушки и шляпы. Именно со шляпой и началось увлечение соломкой. Увидев на рынке изысканно головной убор из природного материала, зародился азарт попробовать нечто подобное сделать самой. Информацию о том, как работать с соломкой, буквально по крупицам собирала из газет и журналов. Теперь же все есть в открытом доступе, а значит, умение можно и совершенствовать. Вот эта техника, она вырабатывает не только терпение, старание, аккуратность, она вырабатывает человеческие качества умения преодолевать себя, логическое мышление, художественный взгляд. Из одного мешка местной соломы художественной соломкой может стать не более 30%. Такова особенность сибирского материала. После отбора соломка подвергается обработке. Ее моют, сортируют и при необходимости красят. Другое дело соломка из Беларуси. Она почти в два раза длиннее и более податлива для ремесленных нужд. Как говорит Нина Громова, именно в Беларуси традиции плетения сохраняют особенно трепетно. Климатическая зона другая. Там материал совершенно другой, понимаете. Там климат другой, там возможности другие, растительность другая. Но проблема кроется не только в качестве используемого материала. Недостаток поддержки сверху также мешает ремесленникам продвигаться. Решение Нина Громова видит в присвоении техники соломенной пластики статуса народного промысла. А в Беларуси там народный промысел еще, понимаете. То есть что такое, чем ремесло от промысла, вы знаете, отличается, да. Ремесло это вот когда мы творим душой, сердцем там развиваем это. А промысел это когда на государственном уровне получается поддержка государственная сверху. То есть финансирование и прочее. А у нас, ну вот, пока так. Пока так. Это кабинет в Барнаульском городском детско-юношеском центре, в котором коллективу не хватает места. Но преподаватель верит, творчество не имеет границ. И надеется, что когда-нибудь ситуация все же изменится в лучшую сторону. Ирина Корчегина, Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Для нас это очень важно. Ну а через несколько секунд о погоде и спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!